Руслан Картавенко працует у фермерской господарцы Будокошелевского района. Каждый день семих один ранец ее нужен на ногах. Треба поспеть завести собраны с полевого раджаи до открытия нарыхтовших пунктов и рынков, как первые покупники набыли самый свежий товар. Мы сами выращиваем экологически чистый продукт. С утра копаем, буквально через несколько часов привозим на рынок. Поэтому товар всегда свежий. Возим еще помимо картошки огурцы. Вот сегодня я привез кабачки. Фермерская господарка, хоть и постоянно поставщик огороднины, а лишь кожную парту проверяет деталево на наявность нитратов и на якость. А моль при кожном таким нарыхтовшем пункте есть своя лаборатория. Для анализу хапает и 5 граммов продукции. Процедура бесплатная, увы, не кудается дозвол на продаж. С этими документами продукция может реализовываться на рынках, в магазинах, в торговой сети. Также продукция исследуется на Цезии 137-й. Также эта процедура для населения бесплатна. В Агомельской области таких стационарных нарыхтовших пунктов 135. Еще 25 перасовочных. Тут принимают 16 видов продукции. Огороднину, фрукты, дикорослые ягоды. Если население не получается, нет возможности привезти в тот или другой стационарный объект, мы можем сами к нему приехать и заготовить эту продукцию на месте. При каждом пункте есть склад, где продукция заховывается полный час. Зараз она тут амаль не залеживается. Прознекарьких годин, это мяшки с бульбой, будут уже у гандлевой сетцы города. Вот это былые конюшники князя Паскевича. Толстые стены, земляная подлога. Все это створает амаль идеальные умовы для склада часового заховывания продукции. Тамую продукцию везут сюда не только из всей Гомельской, а и даже из Брестской в области. Вот эти клубницы приехали из Лунинца, а капуста со Столином. Ехать хоть и далеко, але есть опыт и прибыток. Усягость у лета на Гомельшине плануете нарыхтовать больше 20 тысяч тонн ягод из выше 650 тонн дикорослой продукции. Яуген Паблавец, Михаил Рабков, Сергей Лукашук. Пеляра до компания Гомель. Продолжение следует...